всем привет на алиэкспресс продается много разных интересных устройств для радиосвязи в виде готовых изделий или в виде наборов для сборки я периодически вам о них стараюсь рассказывать и одно из таких устройств это автоматический антенный тюнер миниатюрный такой тюнер продается и в виде наборов для сборки и виде плат готовых и в виде вообще готового изделия в корпусе и даже с источником питания вот у меня сегодня именно такой тюнер в виде готового изделия с источником питания в одном корпусе давайте сейчас его изучим посмотрим что это такое включим попробуем согласовать с помощью него разные проволочки и на разных диапазонах вернее посмотрим как он работает как видите тюнер этот вот такой маленькой коробки продается первое что мне так сказать попалось в руки в этой коробке это некая инструкция по эксплуатации написано что инструкции по быстрому так сказать запуску или быстрая инструкция тут написано в первую очередь указаны параметры этого тюнера что диапазон частот от 1 до 30 мегагерц мощность максимальный 100 ватт до 18 мегагерца от 18 до 30 мощность 50 ватт вообще тюнер qrp от 0.1 ватта мощность заявлено маленький очень вес 370 грамм ну и маленький размер встроенный аккумулятор 3 3 ампер часа итак смотрим что это на самом деле в реальности они на бумаге упакован тюнер вот в такой вот пакетик красивый распаковываем смотрим ничего такой аккуратненький корпус и еще у нас что то есть комплекте это кабель usb type-c ладно не будем пока его распаковывать изучим сам тюнер маленькая коробка металлическая на задней стороне естественно два разъема обозначенные in и out out рядышком нарисован значок антенна in рядышком нарисован значок радио еще на задней стороне разъем usb type-c написано 5 вольт 1 ампер и светодиод видимо это для зарядки встроенного аккумулятора на передней панели есть в виде клавиши маленький очень выключатель питания дисплей и кнопка включаем питание тюнер включается и даже работает при ярком дневном свете и отражение от снега не очень конечно хорошо видно дисплей этого тюнера но вообще все читается все видно очень маленький индикатор и видим мы еще есть кнопка металлическая на передней панели и так раз есть выключатель в виде клавиши с фиксацией значит аккумулятор в этом тюнере подключается аппарат на этой клавиши и в выключенном положении однозначно тюнер ничего не потребляет от встроенного аккумулятора как видите у меня сегодня здесь есть собой ран сивер ft891 с автономным источником питания литий-фермо-фосфатная батарейка емкостью 10 ампер часов уже подготовлены трансиверу отрезок кабеля с разъемами и отрезок кабеля к антенне кстати об антенне антенна сегодня это два куска провода один кусок провода лежит по земле и один кусок провода растянут сзади меня вот тут по кустам но интересное не это а способ подключения антенны к кабелю это вот такой вот переходник который состоит из разъема и печатной платы на которой закреплены у нас соответственно две клеммы если это можно так назвать этот переходник продается там же на алиэкспресс и либо можно его отдельно купить либо он может в комплекте с тюнером у меня он был в комплекте с тюнером поэтому я сейчас вы буду использовать и вам его покажу и так подключаем ко входу им трансивер ко входу аут или к выходу аут подключаем этот переходник для подключения антенны судя по описанию к тюнеру у нее есть два основных режима работы это полностью автоматически когда он запускает процесс согласования при появлении сигнала и превышении ксв определенного значения ксв кстати устанавливается в настройках и ручной режим так скажем ручной автоматически конечно когда мы вручную должны нажать кнопочку тюн и после этого только у нас запустится процесс согласования в тюнере есть меню настроек то есть есть сетап некий в который мы попадаем если включим питание удерживая кнопочку тюн если и удерживать во время включения то мы попадаем в меню где есть список параметров списка этот параметров перечислено здесь вот в инструкции который на одном листе и можно соответственно эти параметры менять один из этих параметров это вообще режим вот этот авто или не авто и еще один важный параметр это значение ксв при превышении которого тюнер автоматически запускает процесс согласования меня сейчас включен режим авто и ксв 1.8 по моему установлен для того чтобы тюнер автоматически запускал процесс согласования естественно нужно с трансивера выдать несущую они однополосный сигнал для того чтобы тюнер наш мог настроиться я сейчас включил режим частотной модуляции в трансивере мощность сейчас трансивер стоит 20 ватт наверное это многовато дать попробуем убавим ее в несущей будет у нас 10 ватт и включаю несущую встанет день поближе частотой 7175 пример 7177 нажимаю кнопку передачи трансивер выдает несущую никаких кабелей управления от трансивера к тюнеру нет у него вообще их не предусмотрено и он автоматически должен сейчас запустить процесс согласования он немножко потрещал релюшками и очень быстро настроился показывает прямая мощность 12 ватт отраженный 091 ксв 1 и сколько там 1718 что ли попробуем на 7 175 сам ничего не изменилось тюнер запомнил настройки переключился снова в однополосную модуляцию попробуем дать общий вызов на частоте 7 175 встроенный ксв метр в трансивер тоже показывает очень низкое значение ксв значит тюнер как-то настроил антенна нормально действительно сейчас в полях и проверяю тюнер автоматически антенны китайский с алиэкспресс скажите какая у вас мощность антенна сейчас у меня 40 ватт ft891 прием на 40 метровом диапазоне тюнер настроил антенну удалось провести связь дать посмотрим как он себя будет вести по диапазону к в вообще на других частотах естественно самое интересное мне посмотреть как он будет работать на более низких частотах например 80 метровый диапазон частота 3 750 длина противовеса 10 метров длина луча на которой я сейчас работал на передачу тоже 10 метров но конец этого луча намотан на мотовилла метра три наверно там или два не размотана то есть антенна по сути 7-8 метров проверяем на 80 метровом диапазоне тюнер показывает индикацию тюн и работает трещит реле перебирает варианты судя по всему у него не получается настроить такую короткую антену на 80 метровом диапазоне конечно на 80 метровом диапазоне такую короткую антену он не согласует это неудивительно у тюнера есть несколько режимов индикации сейчас меня включен режим индикации когда он показывает в цифровом виде значение мощности прямой отраженные вычисленные на основе этого ксв но кратковременно нажимая вот эту кнопку мы можем переключить режим индикации есть несколько вариантов которые перебираются по кругу один из этих вариантов следующий за цифровой индикации это индикация положение какие реле включен какие выключены в этом режиме на дисплее отображается несколько квадратиков часть из которых могут быть закрашены часть не закрашены вот эти квадратики означают где реле включена где выключен зачем это простому пользователю надо не знаю мне интересно только знать вообще включен хотя бы одно реле или нет и сколько их там включен это влияет на потребление тюнера следующий режим индикации это график во времени график изменения ксв есть еще режим график изменения мощности во времени то есть включив этот режим мы можем менять какие-то настройки антенны излучать при этом несущую странсивер может быть маленькой мощностью и смотреть что будет на этом графике честно говоря дисплей очень маленький график этот видно очень плохо и конечно режим такой я бы сказал не самый нужный в этом тюнере тем более что он никак не связан с трансивером он не может изменять частоту во времени например чтобы нарисовать нам график зависимости ксв от частоты если только мы сами будем вручную как в это время частоту перестраивать в общем в любом случае такие режимы индикации есть это неплохо и следующий режим индикации на дисплей тюнера один из тех что мы можем переключать по списку по кругу эта индикация ксв и мощности в виде графических индикаторов то есть в виде столбиков которые показывают нам уровень ксв и мощности сейчас у меня какая частота установлена 40 метровом диапазоне и тюнер показывает два таких индикатора графических два столбика один из них мощность другой ксв мне больше нравится режим индикации когда на дисплее три цифры прямая отраженная мощность и ксв сразу все понятно сразу все видно сразу все в одном месте вся информация к сожалению погода сегодня такая что то солнце то тучи то пасмурно то ярко и конечно рассмотреть в прямых солнечных лучах индикацию на таком маленьком дисплее очень сложно вот на трансивере все видно на монохромном дисплее у тюнера конечно тоже монохромный дисплей но видно на нем не так все хорошо как минимум из-за того что он очень маленьких размеров но более крупный дисплей наверное здесь и не поместился потому что сам тюнер очень-очень маленький и вообще в нем мог бы быть не дисплей а несколько светодиодов которые просто показывали настроил не настроил ксв от одного до двух и от двух до трех или бесконечность но у него есть целый дисплей на котором отображается и ксв и мощность еще есть целое меню сетап которым можно изменить множество настройка этого тюнера у тюнера есть еще звуковая индикация бип который очень очень громко пищит сейчас я вам покажу как он работает для того чтобы включить нужно зайти в сетап удерживая кнопочку включить питание и первый пункт в этом сетапе как раз есть у нас бип все пункты из меню перечислены в описании в инструкции но мы сейчас будем изменять только 1 чтобы изменить какое значение нужно нажать удерживать долго кнопку курс у нас переходит с левого столбца где перечислены имена параметра в правый столбец где перечислены значение параметров и вот мы меняем значение на из и нажимаем еще раз удерживаем кнопочку все сохранил значение в памяти выключаем питание включаем теперь тюнер у нас будет индицировать свою работу еще и звуковым сигналом то есть когда я нажимаю передачу тюнер пищит и это означает то что сейчас происходит процесс настройки я сейчас поменял частоту включаю он пищал пока происходил процесс настройки потом звуковой сигнал закончился значит настройка завершилась удачно если же мы сейчас изменим частоту на какую-то 80 метровом диапазоне где тюнер не может настроить антенну то выглядит это будет вот так он будет постоянно пищать при попытках настройки отключу опять этот звуковой сигнал так как громко он пищит и мне это не нравится вообще в сетапе много разных параметров и есть даже я бы сказал очень технологические для пользователя ненужные параметры такой параметры есть как время ожидания срабатывания реле то есть изменяет параметр мы изменяем скорость настройки скорость работы процесса согласования процесса настройки но можем перестараться так сказать с этой скоростью если сделано слишком большую то реле будут не успевать переключаться вернее тюнер не будет успевать за переключившимся реле измерить ксв какой получился сейчас установлен какой-то дефолтное значение я его не менял еще есть интересный параметр минимальная мощность начиная с которой тюнер будет считать что у нас поступает на вход несущая сигнал высокочастотный и будет запускать процесс согласования если конечно ксв превышает установленный этот параметр устанавливается в условных единицах цифра от 5 до 50 и например значению 15 соответствует мощность 0 1 ватта а 50 соответствует мощность 5 ватт вот такие вот значения то параметра ну еще здесь много всего можно поменять настройках обо всем подробно не буду рассказывать скачаете pdf посмотрите он естественно доступен интересно что кроме того что есть страница на алиэкспресс есть еще целый сайт посвященный этому тюнеру и на этом сайте как раз и можно скачать такой pdf продолжим изучать на каких частотах он будет согласовывать мою проволочную антенну длиной 7-8 метров естественно выше сороковки скорее всего на всех диапазонах согласует дать попробуем на 10 мегагерц конечно же процесс согласования завершился удачно и ксв у нас очень низкий смотрим еще на следующем диапазоне на 14 мегагерц я думаю что и на всех промежуточных частотах между любительским диапазонами этот тюнер тоже будет прекрасно работ на 14 мегагерц у нас процесс согласования тоже завершился с очень низким ксв давайте просто для эксперимента посмотрим еще самый высокочастотный диапазон 10 метровый там то уж он точно должен согласовать такую длиннющую проволоку так частота 28 мегагерц 500 килогерц а вот и нет не удается тюнеру настроить мою проволочку на 28 500 непрерывно происходит процесс согласования ксв очень высокий дать попробуем сместимся просто хотя бы немножко по частоте на 29 500 нет и на 29 500 тоже он эту антенну не согласует видим слишком длинная она она 27 мегагерц что у нас будет на 27 я герц тоже не согласуется но это нормально такая длинная антенна неудобно для согласования на таких диапазонах как 27 28 я герц наверное если я сейчас эту антенну укоротил то тюнер бы справился вот на 21 мегагерц тоже пока не удается согласовать что уже достаточно странно я думаю на 18 все будет в порядке так как на 14 было нормально да на 17 мегагерц согласовал единицу давайте в качестве эксперимента еще проверим как он между любительским диапазонами согласует частота 8 500 прекрасно тоже настроилась моя антенна проволочная и определим еще минимальную частоту на какой он сможет эту проволочку согласовать 6 по 0 мегагерц вещательный диапазон я там никаких связи проводить не собираюсь просто проверяю работу тюнера поэтому радиохулиганством это считать не будем включение передачи на этой частоте 6 мегагерц согласовал прекрасно единицу 5 мегагерц смотрим нет на 5 мегагерц уже не завершается процесс согласования хотя нет отработал смотрите-ка ксв 1 и 4 прекрасные показатели на 5 мегагерц настроил эту антенну мою короткую попробуем еще на четыре с половиной нет на четыре с половиной не удается настроить индикация на тюнеры фейл на транссивере хай свр ну в общем увидим что не настраивать такую короткую проволочку на четыре с половиной герца как и в общем то у нас было на 3 7 конечно хотелось бы чтобы тюнер предназначены для использования в полях для qrp конечно кирпи мы чаще всего работаем откуда-то не из стационарной позиции а там где питание у нас от аккумуляторов хотелось бы чтобы он согласовал любые короткие проволочки на любой частоте например на 80 метровом диапазоне чтобы мог согласовать штыревую антенну или какой-то кусок провода длиной там три метра но тюнер очень маленький очень мало габаритная чтобы согласовывать такие короткие антенны на таких низкочастотных диапазонах нужны достаточно крупные катушки индуктивности и они скорее все там просто не поместились бы вот таком маленьком габарите этого тюнера что мне показалось интересным то что он такой маленький и он как раз рассчитан под кирпи мощности то есть минимальная мощность которым работает заявлен 0 1 ватт то есть можно с очень маломощным каким-то передатчиком проводить эксперименты настраивать какие-то антенны никаких лишних проводов нет даже источника питания внешнего этого тюнера и мало того даже нельзя подключить может кашку и пауэрбанк подключить к разъему USB Type-C на задней стенке но я думаю что и встроенного аккумулятора должно нам хватить здесь кстати говоря в инструкции к этому тюнеру заявлена продолжительность работы и токи потребляемые в режиме shutdown потребление 15 микроампер заявлено видимо имеется ввиду при выключенном питании когда у нас вот это выключатель на передней панели выключен то тюнер потребляет 15 микроампер непонятно чем он их потребляет если аппаратный выключатель отключает питание видимо каким-то контроллером зарядки который от USB Type-C заряжает аккумулятор может быть этим не знаю емкость аккумулятора 33 ампер часа одна банка в режиме standby когда вот так тюнер включен и ни одна реле не сработало потребление 13 миллиампер и это 150 200 часов когда не происходит никакого процесса согласования в режиме согласования когда срабатывают реле заявлен ток потребляемый 130-330 миллиампер в зависимости от того сколько сработало реле и в этом случае заявляют у нас продолжительность работы 10-25 часов то есть если мы вышли на какой-то день на один проводим эксперименты связи то нам на день любом случае должно хватить даже в худшем случае если сработали все реле время зарядки полный от полностью разряженного аккумулятора написано здесь заявлено 4 часа и так маленький кирпи тюнер маломощный малогабаритный очень удобный никаких лишних проводов со встроенным источником питания достаточно развитый пользовательский интерфейс тюнер конечно же сделан на реле и реле эти к сожалению не содержит себе постоянного магнита вот мне кажется что для малогабаритного тюнера с автономным питанием очень хорошо было бы если брели были с постоянным магнитами то есть тюнер бы запоминал положение включено выключено реле не расходуя при этом энергию встроенного источника питания существуют такие реле которые могут находиться бесконечно долго в любом положении включено или выключено и вот такие реле конечно было бы здорово поставить в этот тюнер у меня есть тюнер достаточно старый лдг z100 или z100 плюс вот в нем как раз такие реле используются и он будучи выключенным отключенным от источника питания продолжает согласовывать сейчас же мы проверим как у этого тюнера тяжелее так не происходит вот например настроим на частоте 7150 антенну видим что тюнер работает завершил процесс согласования кс в один чем-то там 1116 частоту чуть-чуть я сбил извиняюсь вот так вот и трансфер тоже показывает очень низкий ксв выключаем питание на тюнере и ксв у нас зашкаливает то есть реле для того чтобы работала схема согласования потребляют в этом тюнере питание от встроенного аккумулятора очень странно почему так сделали для такого маленького маломощного тюнера малогабаритного со встроенным источником питания логично было бы использовать другие реле которые не потребляют ничего бестабильные реле так называемые но вот почему здесь такие используются наверно такие дешевле и доступны автомат миниатюрный очень маленький почти с пачку сигарет автомат прием да да заявлено до 100 ватт до 18 мегагерц и до 50 ватт до 30 мегагерц заглядывал там печатная плата и релюшки стоят и контроллер в общем-то ничего необычного самое плохое то что релюшки стоят обыкновенные не бестабильные обычные которые потребляют питание он со встроенным аккумулятором литиевым этот тюнер еще батарейка у него встроены и вот реле потребляют постоянно прием что мне еще понравилось в работе этого тюнера то что он быстро настраивается по слабым сигналам иногда даже не нужно переключать трансивер в режим излучения несущий то есть амплитудную или в частотную или в телеграф а достаточно просто олегнуть в однополосной и он успевает настроиться вот смотрите сейчас тюнер настроен включен выключаю питание на тюнере включаю заново сейчас он загрузится включится включился и по идее нужно сейчас переключить трансивер в режим fm например или а м и нажать передачу с несущей тогда тюнер настроиться заново или возьмет из памяти какие значения но по крайней мере инициирует процесс настройки получив на вход несущую и увидев что ксв большой так как реле все выключены сброшены но часто достаточно для этого тюнера даже просто в однополосной модуляции включиться что-то пошуршать по микрофону или сказать алё вот смотрите включаюсь алё все он настроился алё он настроился по коротким звуком моим потом и алекнул и он уже отработал 1 2 3 4 5 вот такой вот тюнерок конечно есть у него свои достоинства и недостатки основная его особенность то что он очень маленький и со встроенным источником питания поэтому можно его от собой взять каких-то экспериментах использовать практически размером с пачку сигарет можно в карман я не знаю положить и уж точно он не займет много места в рюкзаке в котором вы с собой несете какое-нибудь радио работает от очень маленьких мощностей начиная но к сожалению реле не бестабильные а реле те которые потребляют питание от этого источника встроенного в течение всего времени согласования в течение всего времени когда тюнер работает как я вам сказал в начале видео в комплекте с тюнером может быть вот такой вот переходник для подключения антенны можно сказать это центральный узел диполя без балуна только без какого-то трансформатора симметрирующего понятно что у большинства любителей есть такое устройство такой переходник самодельный у меня тоже где-то есть такой с двумя клеммами и с разъемом ну вот можно купить такой еще в комплекте с тюнером мне интересно было посмотреть что это за тюнер на алиэкспресс такой продается в таком вот варианте может быть когда-то он мне пригодится и может быть кому-то из вас такой тюнер тоже куда-то пригодится для использования в qrp в походных условиях все-таки он очень маленький даже несмотря на то что он потребляет питание своими этими реле постоянно все равно можно найти какое-то применение особенно если у вас какой-то недолговременный поход не на две недели вы куда-то уехали а пошли на день-два прогуляться может быть он и пригодится учитывая что очень маленький и легкий на этом все спасибо что смотрели это видео как всегда я вам говорю используйте различную радиосвязную технику используйте радиосвязь радио вообще в вашей жизни она вам может пригодиться при разных обстоятельствах и конечно же смотрите мои видео подписывайтесь на канал здесь был алексей игонин всем пока дело над делать а не болтать я горит за то что дела делать а не болтать а сам сидит болтает часами